Я вам скажу, что упасть сейчас на голове, у меня палка здесь была в этом стульчике, вышел, ой, ты посмотри, я к закону подлости, видишь, что-то взяла, сразу клюнула, извините, выключаемся. Сейчас, ребяточки, сейчас я закидываю, потому что как раз клюнула, а лунка так заморзла быстро, я вас на колено положила, чтобы вы тут не упали еще в лунку вместе с этой палочкой, вот закон подлости, сидишь, думаю, ну поговорю с вами, вывезучи на рыбалку, и сразу клюнула, ну юханый бабай, сейчас, 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 я тут, я просто не могу вас подставить, потому что вы упадете. Как разулялась, а шикарная, ребята, мне Саня уже 10 раз смотрит, ну что там, ну что там, говорю, уже 100 килограмм наловила рыбы, понимаете, а когда уже домой, я говорю, ну ты же еще на работе, что ты, скоро приеду, ну погодка просто суперская, смотрите какая, одни уходят, вторые приходят, ну что, я сегодня так по сравнению с мужищенами, и неплохо еще наловила. Знаете, не смогла снимать на селфи, холодно, батарея сразу, надо погреть, поэтому так, урывками вам снимаю, поговорить не удалось, ну что, сейчас на коня, буду уже домой собираться, потому что всю рыбу не выловишь, она стала баловаться вообще, дыб-дыб-дыб, и все, дыб-дыб-дыб, и все, и будешь вырывать, бы человек же из работы приедет. Ребят, все, я собираюсь, вон, смотрю, парни, прямо так попали, ну такая мелковата, девица себе наловила рыбу, ребят, шикарно, она мерзла, конечно, есть меньше, даже оверху, кокетлеты можно сделать, вон, недавно, замерзая, молодец, ну конечно, а то говорят, что вы никогда не показываете на рыбалку, только рыбу, вот моя рыба, не опозорилась, это человек скажет, да ты була, а уже сложилось, а все, уже, сейчас ставлю сюда, уже вали, смотрю, пацанята, ну мужчины, вот ее кидают, ну там и мелкая такая, прямо попали, тільки опускают ее, тільки опускают ее, нашли, бегали, бегали, ну нашли, ну ничего ж уж, спасибо и на этом, идемте к машине. Вела машину, хай трошки прогреется, ну давайте глянемо, тут кто-нибудь, не, сегодня нема никого, то вылазили на лед, а сегодня никого нема, наверное, нету клева, просто нету. Боже, я как красота, я как красота, я уже думаю, я буду в следующий раз ехать. Знаете, когда будет тепло, что не будет мороза, что не будет, что не будет этот, скажите, аккумулятор замерзать, то туди я возьму, так поставлю стоечку, и не будет ветра, и мы с вами поговорим, классно вообще на природе сидеть, разговаривать, и, знаете, через меня будет вам энергия этой природы передаваться, да, ну а так сегодня как-то не получилось, ну ничего, но я довольна, очень довольна, и сейчас время получается два часа, как раз нормально, я с рыбалки, а Саша мой с работы, так что поехали. Ну, не зря, не скажешь, что здесь на блядках была, рыба есть. Так, ну шо, дома уже, ветреная чалка, нет, на улице не холодно было, все нормально, если быть, то на улице дурацкий ветер. Я вам сказала, вот такая погода развелялась, а можно ехать и после обеда. Саня приехал и поехали, ну, погуляла, вот красота, снимаю свои штаны, раздеваю свою амуницию и туда, ой, как в раю, смотрите, горит там, в смысле, свет в окне, туда мне срочно надо, давайте. Дело за компьютер, смотрите, хозяин приехал, злый, знаете, как-то один дом ослопа, так и Саня мой, смотри, 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 вот так, вот так. Я уже с Олякина, он мне, наверное, сто раз звонит, он говорит, Саша, иди в баню, у меня руки мерзнут, я не могу тебя, ну, как там, ну, как там, через каждые пять минут, ну, как там, клюя, чины клюя, Я говорю, как там, когда буду клюять, если ты через каждые пять минут спрашиваешь. Не, он, ну, где ты, он приехал, снял эту, сейчас буду идти кормить своего человека, потому что он сразу за лопату схватился. Санёчик, ты одностя на меня за лопату схватился, или что? Видел рыбу? Да. Ну, как? Хорошая рыба. А чего ты улыбаешься так? Я еще, между прочим... Улыбаюсь, так что ты такая довольная, что она такая. Ну да, там мужчин много было, Саша. Лопату не сломай, пожалуйста. Санечка, я ж верная. Я сейчас заехала, купила пельмени. Знаете, на сканаде. Мне они очень нравятся, потому что у меня... Так ты еще и сумку не занес даже, ты чуешь? За лопату схватывайся, явно нервничает, ребят. Явно. Что-что? Моя рыба, ты и носи. Моя рыба, ты и носи. Ой, прямо название видео. Нифига себе. Моя рыба, ты и носи. Вот вам, пожалуйста. А ты лопату не поломай, пожалуйста. Ля-ля-ля-ля. Люлик-булик. Так, сейчас я занесу это. Моя рыба, я несу. А что же делать? Моя рыба, я несу. Ребяточки. Вот так вот. Моя рыба, ты и носи. Так, я ей, наверное, поставлю пока мы с голубятню. Потому что вона дуже мерзла. Вона, хотя в голубятню, аж еще зам. На улице мороза, его можно поставить и в следующий раз добавим или посолим. Я в голубятню положу, Сань. Не, я просто выберу пожарить, потому что жарить она такая добра. Ну, и можешь мамки отвезу. Не знаю, посмотри. Ну, завтра ехать не буду, потому что... Потому что, бачите, к лопатой работа я сильно злится. Не, не то, что там за какой-то, я шучу, незаренность. За то, что ему тоже ж хочется подъехать. Аллочка сама. Алла не жде компаньона. Так, ладно, мои хорошие. Сейчас я быстренько готовлю обед. И потом закончим видео на обеде. Покушали, Саня, еще кушаю. Я молочко, видите, добавила мне кусочек сливочного масла. Это мацо и не буду делать. Но молока нет. У меня вот это один пакет, это 900 мл. Я куплю молока и сделаю как ряженку. И сейчас, по-моему, посуду доели мы капустняк. Очень вкусный. Сейчас рыба немножко растает. Завтра Саша отберу. Сейчас пойду маме позвоню. Саша завозит за утром. Ну, оно не по пути трошки, но все равно недалеко. Мама выйдет, заберет. А я почищу и сделаю котлеты. Котлеты придется отбирать, потому что Саша тоже не любит, когда с костями перемелены. Ну, у нас такой девиз. Кто ловит, то и дома доводит. Да, Санечек? Ну, конечно. Ну, конечно, ясно. Не, я по-моему. Да, Саша, успокойся. Я почищу, будет так аккуратно, что даже и не скажешь. Она еще мерзла. Так что, вот такие делышки. Саня сегодня в честь праздника себе, он, видите, налил. Но все-таки же крещение, правильно? Двести грамм. Да, тут даже, да, двести грамм. Двести пятьдесят нету, двести. Да, двести грамм. Маликов, на, спасибо тебе. Тут классные графинчики. Я смотрю на этого, скажи, мистера Икса. У него тоже стоят те графинчики, что ты мне передавала. Что ты мне передавала, я ему подарила. Ну, с твоего разрешения. Стоят, не выбросил ничего. То есть, красивенькие. Как раз такая мерка. И не много, и не совсем мало. Да, да, да. Красиво, красиво. Ну, все, Санечка. Так что, Сань, что ты скажешь мне? Что, я молодец рыбак? Конечно. Ты молодец. Против солнца дуже погано. Так главное, что у меня, у меня же беда, я же тебе не признала, Санька. Я свою вольфрам оборвала. Ага, я думал, ты скажешь, запуталась опять. Нет, вольфрам. Ты понимаешь, какой-то такой судачок маленький клюнул. Не бывали случаи, Сань. Он там в торбе валяется. И плюс, миллион раз опускала ничего. На миллион первый хреньяк и все. Я думала, что-то схватило. Может, думаю, сейчас вот. Дергала, дергала. Там мужики свинець давали и хреньяк. Короче, крючок вынял. Не было отбойника, свинець. Эту штуку отбойником отбить. Смотри, отбойник опускаешь, косичка дальше не пускается. За кучу крутается. Понимаешь? Если бы оно пустило дальше. Это же на окуня только отбойник. Ну, это наши уже профессиональные. Так что все, переключаются на себя. Немножко в убытке. Ну и что, 40 гривен, да? Все равно ж рыбы больше. А удовольствие на все 40 тысяч. Ничего страшного, купим новый. Так что отлично все прошло. Отлично все. Машина не подвела. Я не подвела. И все замечательно. С праздником вас. С водохрещением. С здоровьем. Пусть, я думаю, что сегодня мало купались, потому что очень ветер холодный. Очень холодно. Это погибли какую-то заработать. С праздником вас. Ну, а у нас жизнь как всегда. Пока. До новых встреч.